Дорогие друзья, мы изучаем Мишлей, притчи царя Соломона. Все на уроках Тори на портале Ваикра. Значит, портал Ваикра это платформа для изучения Тора. Те, кто хотят изучать Тору и те, кто хотят обучать Тори, встречаются на платформе Ваикра и все отлично изучают вместе Тору с разных сторон. 70 лиц у Торы. И вот сейчас мы изучаем, например, притчи царя Соломона. Это Шлома Мелых, пророк. Он получил от Бога Тору и записал притчи. Теперь мы изучаем притчи. Малбим, такой был великий мудрец, что писать лет назад, он объяснил каждое слово у царя Соломона. Мецудат Давид, есть такой комментатор, не Раша. Раша жил тысячу лет назад. Вот я смотрю всех этих комментаторов, пытаюсь понять, как они объяснили слова царя Соломона и пытаюсь передать современным языком. Меня зовут Искак Пентусевич. Всем шалом, шалом, доброе утро. Привет, Миша. Привет, Яков Шатадин. Шалом. Максим Перенчук. Всем шалом, хорошая неделя. И мы приступаем. Активно сразу же приступаем. Значит, те, кто в эфире, молодцы. Те, кто смотрят потом записи, тоже молодцы. Потому что учить Тору – это самое вообще важное. Для этого человек был и создан, чтобы узнать о Боге и соединиться с Богом. Понятно? А как узнать о Боге через Тору? Тор – это учение, которое Бог передал через Машерабейну Моисея на горе Синай. И мы узнаем о Боге через Тору. И дальше есть выбор. Кто-то он соединяется с Богом, выполняя его заповеди, а кто-то он отсоединяется от Бога и не выполняет его заповеди. И каждый потом ест плоды своих рук. То есть на каждого потом приходит то, что он выбирает, то на него и приходит. Все. Теперь, значит, мы остановились на... Вообще очень девятый-десятый отрывок. Тот раз мы изучили. И очень это для меня такие прям основополагающие отрывки. Я поэтому еще раз, чтобы связать уроки, повторю, что мы изучили. Алекс подделка. Значит, смотрите. Сказал царь Соломонам так. Это был девятый отрывок. Тот, кто ослабляется в своей работе, он брат, как брат тому, кто портит. То есть, что получается? Если ты не доделываешь... У каждого из нас есть потенциал. У каждого из нас есть огромная внутри возможности, таланты, сила. Особенно в выполнении божественных заповедей. Если ты не доделываешь, то ты как будто бы портишь и грешишь. И сказал Малбин, что это секрет того, что есть праведник, и ему плохо. Потому что у каждого праведника есть еще много больших ступеней, как можно быть еще большим праведником. И он говорит, возможно, что вот мы смотрим, вроде праведник, а страдает. Почему? Не доделал, потому что у него был такой потенциал праведности, он мог весь мир изменить. А он просто сидел, например, учил Тору. Понятно, да? Теперь дальше. Следующий десятый отрывок, это мы выучили в прошлом уроке, кому интересно, посмотрите. Мигдаль-Ос, Шем-Ашем, Бо-Ярут, Садик, Венезгав. Значит, как башня, башня крепкая, башня спасения, Мигдаль-Ос, имя Бога, и в него убежит праведник и спасется, он там будет защищен. Здесь в этом отрывке скрыто полностью, как работает изучение Торы, как работает вот это соединение со Всевышним. То есть праведник, он изучает Тору, но он не только изучает, он делает действия, прославляя имя Всевышнего. Он благословляет, когда кушает, он помогает, он делает много действий, и он, когда он делает действия во имя Всевышнего, то есть он говорит... Говорит, знаете, как мы пертевот учили, что Коль Масейка и Юли Шем Шамаем, все твои действия будут во имя Небес. То есть праведник, он прям с момента просыпания, он кушает все, значит, я кушаю, чтобы была сила служить Всевышнему. Я работаю, чтобы было прославлять имя Всевышнего. Говорят, что был ханок, по-моему, который живо поднялся на небо еще до потопа. По-моему, он был, что он был портной, и каждый стежок, который он делал, он делал во имя Всевышнего, и там менялись миры от этого. То есть каждое даже действие праведника, когда он делает это во имя Всевышнего, оно меняет мир это, да, оно создает в этом мире, приводит Всевышнего в этот мир. И получается, что праведник своими действиями, он строит здесь присутствие Всевышнего, и он потом в эту башню, он включается, и он защищен. То есть праведник, он везде защищен, потому что он уже как бы, он себе создал портал такой, он полностью в духовном мире уже, он с Богом соединился через свои действия, как башня такая. И, конечно, он защищен, потому что даже если у него отпадает его вот это вот, как ракета, которая взлетает, у него первая ступень у ракеты отпадает, а ракета-то летит дальше, ничего страшного. Так же у праведника, то есть у него он настолько с Богом соединен, что когда у него тело, биоскафандр отпадает, он нормально, он уже там, он как бы, так как он всегда с Богом, он уже там. Теперь дальше продолжает царь Салмон, сегодня у нас одиннадцатый отрывок, и он говорит в одиннадцатом отрывке, он Ашир Тириад Узо. Он говорит так, имущество богатого, крепость, крепкий город его, да, Тириад Узо, это как, помните, здесь было Мигдаль Ос, для праведника имя Бога, это его крепость, а для богатого его имущество, это его крепость. То есть используются те же слова, значит, для праведника имя Всевышнего, его домик, как бы, да, как царь Давид говорил, даже если буду идти долиной смерти, ло и рара, не случится со мной зла, те ата и мади, потому что ты со мной. То есть он как бы, праведник, он все время в домике имя Всевышнего, а как завтра будет? Праведник говорит, с Божьей помощью, Бог меня спасет, я на Бога полагаю, зачем мне волноваться, что будет завтра, так думает праведник. Теперь богатый, он не так думает. Богатый человек, он, почему он богатый? Он собирает имущество, он все время думает, так, надо отложить, надо отложить, надо сделать запас, надо сделать запас, тут я сейчас куплю дом, буду сдавать в аренду, тут так, все, пассивный доход. То есть богатый, он себе как бы, страховка медицинская одна, страховка медицинская другая, третья страховка, все там, 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 оп, он себе как будто бы построил, построил себе как будто бы такую крепость. И, значит, вот дальше, давайте посмотрим одиннадцатый отрывок. Имущество богатого, он это, как имущество, да, богатого, крепость его защищенная. И как хама, как высокая стена, такая огромная стена, и дальше, заканчивая царь Соломон, в его воображении, да, очень интересно. То есть в его воображении он полностью защищен, то есть он реально защищен полностью. Я когда думал, как это можно проиллюстрировать, я вспомнил, вот сейчас как раз в данный момент идет история, и я желаю ему полного выздоровления. Это Тиньков, Тиньков, это банк Тиньков. Это человек, который построил бизнес за бизнесом, бизнес за бизнесом, его состояние 2 миллиарда долларов сейчас, представьте, 2 миллиарда долларов. И, казалось бы, живи-радуйся, он там в 50 ходит самых богатых людей России. Прекрасный банк, ну просто герой, реально, свой журнал, свое, ну то есть защищен полностью вообще, вот так полностью защищен, все красиво работает. И тут, бах, неожиданная новость. Американское налоговое управление, они посчитали, что он в течение трех дней владел богатством, то есть он, его компания вышла там на какой-то рынок акций, миллиард она стала стоить, а он в эти три дня отказывался от американского гражданства. И он отказался от гражданства, но там было три дня, пока он еще был американским гражданином. И когда сдавали за этот год налоговые документы, он написал, его бухгалтера написали, что его состояние на момент, когда он отказывался от американского гражданства, было там, он заработал 200 или 300 тысяч долларов, да, в тот год. А он заработал миллиард, представляете? И значит тут на него бах, а в Америке за то, что обманул по налогам, 6 лет. 6 лет тюрьмы и плюс, ну там, огромные штрафы. И тут же у него бах, он заболел еще раньше, но никому про это не говорили, не объявляли, что у него литимия. Вот литимия, это как рак крови. И вот он сейчас лечится от этого, там на него его юристы отбиваются от этой Америки. То есть и получается, что он строил, строил, строил себе вот такую вот систему защиты. И потом бах, она значит дала трещину. Но, но есть комментарии, например, Медсуда Давид, он говорит, что все равно здесь есть и позитивный оттенок, что действительно у праведника, у богатого, когда он построил себе вот эту вот стену защитную, когда бог его чему-то хочет научить, то он бьет его вначале по деньгам. То есть деньги, это как мы уже учили, что марбе нехасим, марбе да ага. И в Талмуде несколько раз сказано, что человек очень привязан своим сердцем, своим мышлением к своему имуществу. И когда он теряет имущество, даже очень богатый, то ему это больно. И получается, что когда у богатого есть вот такая вот защитная броня, то есть это как бы его внешнее проявление, его имущество. Когда, когда его бьет Всевышний по внешней броне, то у него есть еще возможность понять, что, что хочет Всевышний от него. Я тоже как раз смотрел новости про Тинькова, и он говорит, я увидел, что вот мне сейчас надо сделать там операцию по пересадке костного мозга. Но говорит, в России 140 миллионов населения и есть доноров там 170 тысяч, а в Германии, в Германии население 40 миллионов, а доноров 7 миллионов. Он говорит, я просто удивился, насколько это так, и сейчас я сделаю фонд благотворительный, вот я выздоровлю, говорит, я сделаю фонд, я начну в этой сфере помогать тоже людям. То есть, вот эта вот внешняя броня из богатства, она дает возможность испытать боль, но не через физическое тело. А когда у человека нет денег, тогда у него, тут тоже интересно, когда-то Раф Штейнман был такой великий, ну он был глава еврейского мира, вот мира Ешиф. И он говорил, что вы знаете, говорит, из всех страданий я выбираю позор, потому что это больно, но не физически. Ну, у него денег не было, у него было только тело и его личность. Он говорит, если у меня есть какие-то грехи, за которые я должен получить искупление, так лучше пускай меня опозорят. Это неприятно, но это не больно. А когда, и вот мы знаем, что есть у человека как искупление, то есть, если ты делаешь какую-то ошибку, какое-то то, что называется грех, то и приходит какое-то страдание, то Талмуд говорит, если пришло страдание, человек должен проверить свои дела. То есть, Бог ему посылает сигнал, это как отдача, то есть, тоже Бог ему специально посылает сигнал. Он создал ту реальность, ту предпосылку, нарушая божественные законы, по которому к нему пришло страдание. И если он сразу об этом понял, и он исправился, раскаялся, сделал шву, тогда ему дальше этот процесс останавливается. Понятно, да? То есть, дай Бог ему здоровья, Тинькову, и дай Бог ему здоровья, чтобы он выздоровел и сделал очень много добрых, хороших дел во имя Всевышнего. Потому что такие люди, как они на виду, они на виду. И если они не понимают, вот как был, например, тот же Стив Джобс, да, который, яркое было воплощение того, что когда он получил невероятную удачу с неба от Бога, то есть, он стал, ну, реально, вот это была огромная удача, да, это был его труд, но трудится много людей. Он получил, но он сказал, как в Торе написано, То есть, рука моя и сила моя сделали мне все это, все это достижение, и, значит, оп, и он в 56 лет умер. Значит, поэтому очень важно, когда Бог дает человеку удачу, успех, очень важно сказать спасибо Богу и помочь людям. То есть, в каждом богатстве есть часть, которая принадлежит тем людям, кому надо помогать, беспомощным, бедным и так далее. Если человек, получив от Бога вот это богатство, он понимает, что там есть часть на помощь, на благотворительность, он благодарит Бога за то, что Бог ему дал этот успех и богатство, тогда это так должно быть. Это факт. Это факт, что богатство от Бога, оно с неба. Но если человек говорит нет, тогда он попадает в следующий, 12-й отрывок, нам объясняет, что с ним происходит. Написано в 12-м отрывке конкретные слова, вот такие, вот, послушайте. Лифней шевер игба лев, перед крушением возносится сердце, вот так, Лифней шевер игба лев иш, перед крушением возносится сердце человека, в лифней кавод анава, и перед почетом скромность. Значит, здесь как раз и объяснен механизм, почему происходит крушение у людей. То есть, когда у человека есть его, то, что он называет его я, значит, что такое его я? Его я, вот человек утром просыпается, он просыпается в кровати голый, ну, не голый, на нем какие-то тряпочки, пижам какая-то, сверху тряпочка, такое одеяло, и вот он просыпается в этих тряпочках, замотанный такой вот, там, несколько десятков килограмм такого мяса, внутри тишочков, там метров, я не знаю сколько, 30 таких вот тишочек внутри, и, значит, мозг такой вот этот вот, великий мозг, это полтора килограмма желе такого, ну, желе жирное, очень неприятное, склизкое такое желе, и вот просыпается этот венец творения, такой вот он просыпается, он до этого был без сознания, то есть он при всем своем венце творения, человек, когда спит, он не может вообще, он просто собой не управляет, он лежит там, хрюкает, храпит, там у него сопли текут и так далее, а он не знает, даже при том, что он миллиардер, мультимиллиардер или там Ким Кардашьян, все равно вот это вот лежит вот такая вот биомасса такая, да, и вот он просыпается, и он начинает вспоминать, так, кто я, кто я, я, значит, о, и тут кто-то про себя вспоминает, я миллиардер, он такой сразу, оп, расправился, я, значит, Яким Кардашьян, а вот я какая красивая, да, ну, там, подкрасила, еще себя красками намазалась, все, то есть человек, он, это то, что он думает о себе, и религиозный человек, он просыпается, и он говорит, первые слова, благодарен я перед тобой, царь живой и сущий, что вернул ты в меня душу мою, и религиозный человек, он спокойненько так вот, он просыпается и входит в этот мир, который принадлежит Богу. Теперь, а, но есть люди, которые, они считают, не, не, все не так, я, я хозяин этого мира, я, значит, главная буква в алфавите, и он начинает то, что вот здесь написано в 12-м отрывке, Игбалев, возвышать свое сердце, то есть он надувается такое, надувается, я, значит, самый крутой, я богатый, я миллиардер, у меня есть миллиарды, все должны передо мной ходить на цыпочка, я, значит, и он вот такой начинает надуваться. И говорит нам царь Соломон, что вот это вот надувание, оно происходит обычно перед сокрушением. То есть чем сильнее человек надувается, тем быстрее он сломается, потому что таких, как он, я помню, мне, ну, рассказывали, не знаю, насколько эта история правда, был один миллиардер, еврейского, кстати, происхождения, который владел рынком чертизон. И это был огромный рынок, он был миллиардер, он вообще нереальный был, ну, просто царь. И, значит, где-то он каким-то образом столкнулся с властями, российскими, с самыми такими высокого уровня. И они сказали, а, он строит за миллиард долларов, он отель стоит, назвал отель именем своего папы в Турции, миллиард долларов он вложил, отель такого в мире не должно было быть, семизвездочный. Он вот этот отель строит, он блатует, и за один день, это чертизон, миллиардный рынок, миллиардный бизнес, просто приехали, закрыли, всех разогнали, все, его все арестовали, суды, пересуды, все забрали, отель стоит пустой, забрали за долги, все, в один момент, и все сломалось. Теперь это первая часть отрывка, то есть, чем сильнее человек надувается, и чем он более важный, чем он более жестко относится, требует к себе уважения, тем быстрее будет сокрушение. И сокрушение оно будет опять же, то есть, он создает предпосылку, выталкивая Бога из мира, он говорит, а ты мне не нужен, я здесь хозяин, и он создает себе предпосылку, что с неба ему перестает вести, а люди, они тоже этого не любят, то есть, это понятное дело, что чем сильнее человек блатует, тем сильнее те, которые блатуют, они, ну, они на него нападают. Вторая часть отрывка, она дает нам, как бы, модель, а что делать? Вэлифней, кавод, анова, перед почетом, скромность, перед почетом, скромность и смирение. Значит, что такое анова? Анова это убирание своего эго, то есть, как только человек понимает, что все в этом мире, включая его самого, это некая история, придуманная история, он утром просыпается, говорит, Маде Анили Фанеха, благодарен я перед тобой, шейхизар таби, что вернул ты в меня душу мою, понятно, да, то есть, он говорит, да все от Всевышнего, кто я? Я в этом мире просто гость, такая, как некая история, я прохожу через этот мир, выдумываю себе какие-то свои там цели, выдумываю себе какие-то правила, а люди вокруг, они тоже, каждый живет в своем сериале, такие, знаете, в Санта-Барбара, то есть, у меня такое ощущение, когда с людьми встречаюсь, что каждый живет в своей Санта-Барбаре, у каждого свой, у каждого свой такой какой-то сериал, вот, например, Елизавета Эстер, она живет в сериале Теневое правительство, она вдруг придумала, что есть какое-то теневое правительство, и она живет, у нее где-то там в тени какое-то сидит правительство, недоброе, да, то есть, представляете, вот живет человек, у меня нет теневого правительства в моем сериале, да, там, я думаю, что у большинства людей тоже нету, А вот Эстер у нее, Елизавета Эстер, она живет, у нее на заднем фоне постоянно такое маячит теневое правительство. Такие страшные они, которые что-то плохое делают. Задумали они что-то плохое. Хорошо, значит Машер Абейн у Моисея, он был самый великий из людей и он был Анам Миколь Адам. Он был самый скромный из всех людей. То есть у него его я не было. Он понимал, что я это такая некая иллюзия, которая сам же человек ее придумывает. И если он отпускает эту иллюзию, он говорит, что я это просто божественная душа, проявление Всевышнего. И для меня, а что я хочу? То, что хочет Всевышний. Делай его волю, как свою. И он выполнит твою волю, как его. И он говорит, у меня нет своего сериала. Мой сериал это Тора. Вот был Адам Решон первый человек, была Хава его жена, был Нахаш змеи. Вот это мой сериал. То есть я живу в сериале Всевышнего, в котором я выполняю волю Всевышнего. Меня нету. Как сказал Машер Абейну, когда пришли к нему жаловаться евреи. А, вот ты там нас туда вывел. Он говорит, я, он говорит, меня нету. Он говорит, меня просто, меня нету. Я просто вот передатчик. Все, меня нету. До свидания. И Авраам Авину про себя говорил, про отец Авраама он говорил, что он говорил, мы они, он говорит, кто я? Афар Ваефер. Я говорит, прах и пепел. Меня нету. То есть Бог мне говорит, куда идти. Бог мне говорит, что делать. Бог мне говорит, как себя вести. Да, есть такая фраза, прям закон это такой в Торе, вот когда человек идет по пути Бога, он тогда может надуться, он говорит, почему? Меня Бог надувает, то есть я продолжение Всевышнего, то есть для меня нет никаких ограничений, потому что Бог, он, Бог, значит, двигает через меня. А как человек может так сказать? Только когда он выполняет заповеди Всевышнего, то есть когда он точно знает, что это заповедь, тогда он может уже не надеяться на свои силы, а он понимает, что ему Бог даст силу выполнить приказ Бога, все, вот это вот тот путь, по которому надо идти. Все, друзья, удачи всем и успехов, чтобы мы выполнили 12 отрывок, вторую его часть, Лифней Кавод Анова, перед почетом скромность, то есть когда человек, он убирает свое я и начинает действовать для выполнения заповеди Всевышнего, делать добро, делать добро людям, улучшать этот мир, тогда к нему придет настоящий почет, его и Всевышний подхватит, и люди подхватят. Когда он надувает свое я и говорит, я сказал, и всех заставляет делать, как он хочет, тогда это перед шевером, перед крушением, вот такой наступает момент, когда человек говорит, все будут делать, как я скажу. А если человек говорит, я буду делать, как Бог сказал, а все пускай делают, как они знают, потому что Бог управляет миром, не я, я не хочу, то есть я только всего лишь, вот даже про себя не знаю, я собой не управляю, как я могу людьми управлять. И в этот момент к нему приходит почет, потому что Бог его как поднимает, и поднимает, и поднимает, все. Всем прекрасного дня, удачи, успехов, скромности, значит, с вами был прах и пепел, Ицхак, которого нет, а царь Давид про себя говорил, он говорил, кто я, говорит, я Тула Аблуиш, я, царь Давид про себя говорил в псалмах, я червяк и не человек, понятно, вот это уровень. Все, друзья, удачи, успехов, пока, пока.